В израильском правительстве выбирают новую стратегию относительно газа. Правда, обсуждения, по данным местной прессы, проходят кулуарно, и многие политики склонны к тому, что новой войны не избежать. В течение пяти месяцев последних Хамас непрерывно атакует южные районы страны. Он наносит ракетные, минометные удары. Как планируют бороться, узнаем от Григория Бадо. Израильские правые спорят, что делать с газой, а точнее с Хамасом. Не исключают, что необходима новая военная операция, которая включит не только удары ВВС, но и захват ключевых позиций в секторе для уничтожения террористических баз и арест боевиков. Однако такой сценарий уже был задействован дважды и через несколько лет приводил только к новым виткам террористической борьбы. Но на этот раз министр обороны Авикдор Либерман убежден, что сама власть Хамаса должна быть уничтожена. На смену ей не торопится прийти ни израильская военная администрация, ни Палестина, ни Египет. Военный план пока был отвергнут правительственным кабинетом и было решено идти по пути временной заморозки. Мы настроены на то, чтобы дать Хамасу ясно понять, что отказ от террора будет иметь положительные экономические последствия. На данный момент мы действительно наблюдаем снижение боевой активности на границе. Аналитики заявляют, что настоящий мотив постоянных атак исламистов на Израиль – внутрипалестинская политическая конкуренция и борьба за влияние. В Палестине готовятся к смене власти. Все убеждены, что отставка главы правительства Махмуда Аббаса по состоянию здоровья не за горами. Соратники настроены на борьбу за его пост. Четыре основных претендента уже копят оружие и набирают отряды в тех районах, где имеют наибольшее влияние. О членах Хамаса и говорить нечего. Хаос после ухода Аббаса будет им особенно выгоден. Хамас непременно будет провоцировать беспорядки, чтобы захватить власть на западном берегу. 11 лет назад это было проделано в Газе. Тогда во время переворота были зверски убиты более 300 человек из Фатха, конкурирующие партией Махмуда Аббаса. Но все же в Израиле надеются, что после отставки Аббаса палестинцам удастся прийти к единству и не допустить Хамас к власти на западном берегу. Анна Филь, Григорий Бадо. Подробности телеканал Интер.